МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналист Евгений Слюняев. Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Исторический хронограф. Сегодня, 4 июля, отмечаются День Достоевского, Международный день Днепра, а в Калининграде сегодня отмечают День Города. В разные годы истории, 4 июля, происходили следующие события. В 1776 году подписана Декларация Независимости Соединенных Штатов Америки. Поэтому в США сегодня отмечают День Независимости. 4 июля 1819 года из Кронштадта в кругосветное путешествие отправились корабли «Восток» и «Мирный». Во время именно этой экспедиции российскими мореплавателями был открыт шестой континент – Антарктида. 4 июля 1848 года впервые опубликован манифест Коммунистической партии Карла Маркса. 4 июля 1862 года во время пикника некий Чарльз Доджсон начал рассказывать десятилетней Алисе Лиддл сочиненную им сказку о девочке, побежавшей вслед за кроликом и попавшей в страну чудес. Юная слушательница стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету девочки и под именем Льюиса Кэрролом написал книжку «Алиса в стране чудес». Три года спустя вышло первое издание этой книги. 4 июля 1920 года в Москве спектаклем «Маули» открылся первый государственный театр для детей, созданный 17-летней девушкой Натальей Сац. 4 июля 1941 года во Львове немецкими оккупантами совместно с украинскими националистами казнено большое количество представителей польской интеллигенции. 4 июля 1946 года город Кёнигсберг переименован в Калининград. А 4 июля 1957 года в Советском Союзе состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-18. 4 июля 1958 года на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые запущен атомный реактор. А на Харьковском тракторном заводе в этот же день, в том же 1958 году, с конвейера сошел 500-тысячный трактор. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ Подведены итоги социально-экономического развития Ульяновской области за первые 4 месяца 2023 года. На заседании штаба по комплексному развитию региона их озвучил министр экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов. Начну с промышленности. По итогам 4 месяцев индекс промышленного производства составляет еще меньше 100%. Он сформировался на уровне 94% относительно аналогичного периода 2022 года. Но я хотел бы напомнить, что мы год начали с индекса в размере 85%. Таким образом, мы четвертый месяц подряд фиксируем восстановительный рост промышленности Ульяновской области. В апреле Ульяновской области индекс промышленного производства вырос и составил месяц к месяцу 116%. Аналогичного периода 2022 года. Из составляющих индекса промышленного производства мы видим рост по добыче полезных ископаемых, где индекс производства составил 106,7%. Безусловно, здесь наибольший вклад внесла компания «Руснефть» в разработки месторождения. Главное влияние на индекс промышленного производства, как и раньше оказывает обрабатывающая отрасль, здесь индекс составил 94,5%. Также, начиная с января месяца, мы отмечаем здесь положительную динамику, которая с начала января была на уровне 80%, далее 85%, и сейчас мы подошли к показателю 94,5%. Индекс промышленного производства растет за счет ряда направлений. Это производство готовых металлических изделий, здесь рост составляет 192%, производство текстильных изделий 255%, изделий из кожи, бумаги и ряд еще других направлений дают основной вклад в индекс промышленного производства. Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Отставание экономических показателей первых четырех месяцев нынешнего года в сравнении с прошлогодними показателями за аналогичный период связан с тем, что в первые четыре месяца прошлого года в экономику нашего региона заметный вклад вносили иностранные предприятия, которые впоследствии свою деятельность прекратили. А их доля производства в отдельных сферах была значительной. И то, что спустя год экономические показатели возвращаются к тем же значениям, которые были до ухода из региона иностранных компаний, говорит о том, что происходит их постепенное замещение другими производителями. Сейчас мы видим по итогам четырех месяцев, а именно в апреле месяце, что индекс промышленного производства в Ульяновской области составляет 116%. Это как раз тот период, когда уже иностранные компании объявили о прекращении своей деятельности, приостановили свою деятельность. И фактически мы сейчас сравниваем апрель к апрелю текущего года. Что касается отдельных отраслей, которые на сегодняшний день еще не достигли уровня 100% прошлого года, это производство автотранспортных средств 97%, производство электрического оборудования 73%, производство металлургического, а также пластмассовых изделий также находятся на уровне меньше 100%. Значительное влияние, сдерживающее индекс промышленного производства, оказывает это производство напитков, индекс пока 92%, энергетика 96%. Вместе с тем хотелось бы отметить еще ряд лидеров роста промышленного производства. Прежде всего это предприятия оборонно-промышленного комплекса. Такие предприятия как завод «Искра», «Аэрокомпозит», «Ульянский механический завод», «Димитровграджгуткомплект», «Димитровградский арматурный завод» и ряд других крупных предприятий нарастили объемы выпуска продукции. Здесь объем выпуска характеризуется увеличением от 2 до 4 раз. Таковы данные по промышленности. А вот какие показатели отмечены в сельском хозяйстве, в структуре потребительских цен и в строительной сфере. Переходя к сельскому хозяйству, я хотел бы отметить, что индекс продукции сельского хозяйства за первый квартал завершился с положительным показателем 102%. За январь-апрель производство продуктов животноводства составило 15 тысяч тонн, или 113% к январю-апрелю 2022 года. Реализация сельскохозяйственной продукции организациями выросла по зерновым и зернововым культурам в 2,7 раза. Соответственно, было реализовано 305 тысяч тонн. Также вырос объем реализации картофеля и овощей. Что касается потребительского рынка и индекса потребительских цен, то он находится на достаточно низком уровне и составил по итогам 4 месяцев 102,8%. Это намного ниже прогнозных значений, которые мы формировали на начало года и с прогнозами Министерства экономического развития Российской Федерации. В целом отмечается рост оборота розничной торговли за январь-апрель 2023 года. Он составил 83 миллиарда рублей, или 107% к аналогичному периоду прошлого года. Еще одним важным направлением является сфера строительства. За 4 месяца объем работ, выполненных по данному виду деятельностью, по полному кругу хозяйствующих субъектов, составил 121%. Это одно из лучших значений в Приволжском федеральном округе. Ульяновская область занимает четвертое место. Влияние на рост общего индекса оказал индекс физического объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями. Индекс здесь составил 146%. Основной вклад внес город Ульяновск с показателем 168%. Кроме этого, за рассматриваемый период сдано в эксплуатацию 945 жилых домов, общей площадью 265 тысяч квадратных метров. С показателем мы завершаем к аналогичному периоду прошлого года 132%. Также вырос и объем индивидуального жилищного строительства. Показатель здесь составляет 137% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший вклад в прирост объема дал город Ульяновск с показателем 121%. На втором месте чердак Линский район 120%. Город Димитровград-Меликевский район тоже показывает высокие темпы ввода индивидуального жилищного строительства. Также подтянулось строительство многоквартирных жилых домов, составив по итогам 4 месяцев показатель 124%. Это дома в городе Ульянске, Димитровграде и Теренгульском районе. Следующие важные показатели, характеризующие состояние экономики региона, размеры инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства. По итогам первого кварта цифра по объему инвестиций составила 15,8 миллиарда рублей. По доле в объеме инвестиций лидерами является город Ульяновск 45%, город Димитровград 28%, Чердаклинский, Меликевский и Николаевский районы также участвуют как составная часть. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в Ульяновской области за первый квартал составил 71%. Здесь, конечно же, это связано с тем, что уменьшились в пять раз объемы инвестиций в сфере транспорта. Я напомню, что акционерным обществом РЖД инвестировало основные средства в подвижной состав, который был поставлен на учет в Ульяновской области. Произошло сокращение более чем в два раза инвестиций в обрабатывающие производства, связанное с заморозкой ряда иностранных проектов, а также снижением промпроизводства и прекращением работы ряда предприятий. Безусловно, те решения, которые были приняты в последнее время по смене собственников на российских агентов, позволят, я думаю, что к концу года эти показатели нам изменить в лучшую сторону. Сфера малого и среднего предпринимательства характеризуется стабильностью. 43 587 субъектов малого и среднего предпринимательства действуют на сегодняшний день на территорию Ульяновской области. Это на 2% выше на аналогичную дату 2022 года. Растет также и количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день. Число занятых в сфере МСП составляет 197 тысяч человек. Кроме этого, растет также и количество самозанятых граждан, зарегистрированных в таковой статус на территории Ульяновской области. На 1 мая их уже 45 тысяч человек или 167% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме этого, сфера малого и среднего предпринимательства показывает хорошую положительную динамику по налоговым отчислениям в консолидированный бюджет Ульяновской области. По итогам рассматриваемого периода, только по специальным режимам налогообложения в консолидированный бюджет поступило уже 2,2 миллиарда рублей. А это только упрощенная система налогообложения, патент и налог на профессиональный доход. Показатели, которые всегда вызывают особый интерес – уровень средней заработной платы и уровень трудовой занятости. Переходя к заработной плате, я хотел бы отметить, что по итогам первого квартала она составила 43 784 рубля. Выше среднего темпа и роста отмечены в таких сферах, как производство транспортных средств и оборудования. Это, конечно, наибольший вклад по данному виду деятельности осуществляет Авиастар. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий просто показывает 138%. Это такие предприятия, как УКБП, завод «Искра», научно-производственное объединение «Марс». Назову еще несколько видов деятельности, которые дают нам хороший темп. Это деятельность в области информации и связи, добыча прочих полезных ископаемых, производство пищевых продукций, а также производство неметаллической минеральной продукции. Здесь компания «Техно Николь», «Евроизово», «Евроцементгрупп» показывает рост заработной платы в 128%. В целом в обрабатывающих производствах темп роста заработной платы составляет 116,4%. Среди муниципальных образований Ульяновской области лидирует Радический район 120%, в город Ульяновск 116%, также Вишкаймский, Целенинский и Майинский районы являются лидерами по темпам роста заработной платы. Пока ниже среднеобластных темпы в городе Димитровградиново, Малаклинском, Сенгилейском, Старокулаткинском районах. Работа наших областных комиссий, отраслевых комиссий, муниципальных комиссий продолжается. На сегодняшний день уже действует более 2150 соглашений. Средний рост по соглашениям за анализированный период мы фиксируем в диапазоне 10-15% к заработной плате. Таким образом мы можем констатировать, выстроенная система работы показывает хороший положительный эффект. Еще один вопрос я хотел бы отметить по заработной плате. Наконец, статистические органы пересчитали. Годовой темп роста заработной платы в целом по всем предприятиям региона. Он составил 14,9%. Это фактически отвечает к задаче, которую поставил перед всеми органами власти губернатора Ульяновской области. Что касается труда и занятости, то мы находимся на историческом минимуме безработицы. По методологии МОД в апреле он составлял 3,5%. По состоянию на 9 июня в регионе имеется 23 тысячи с половиной свободных вакантных рабочих мест, которые зарегистрированы на платформе работы в России. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса сохраняется потребность в квалифицированных кадрах. Порядка двух с половиной тысяч вакансий на сегодняшний день имеется. Из них наибольшая потребность это Авиастар, УАЗ, Искра, Димитровградский автоагрегатный завод и ряд других компаний. В сентябре 2022 года после поручения президента на эту тему предприятие оборонно-промышленного комплекса было трудоустроено 6700 человек, в том числе с начала года более 4000. Демографическая ситуация у нас характеризуется снижением рождаемости и смертности. В результате естественная область населения снизилась на 31% и составила 2121 человек. Миграционная область населения также минимальна. Число выбывших незначительно превышает число прибывших в Ульяновскую область. Что касается уровня средней заработной платы, есть ли у нашей области движение вверх в рейтинге регионов Приволжского федерального округа? На этот вопрос, заданный губернатором Алексеем Русских, министр экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов ответил так. В июле месяце выйдет статистика по итогам пяти месяцев, мы увидим май месяц и думаю, что показатели Ульяновской области сдвинутся еще выше. Я думаю, что девятое или восьмое место нам по силам. Ульяновская область в этом рейтинге могла бы быть и выше, но статистику нашего региона портят недобросовестные работодатели, которые используют так называемые серые схемы оплаты труда. Скрывая истинную заработную плату на своих предприятиях и предоставляя финансовой отчетности заработную плату на уровне или даже ниже минимального размера оплаты труда, что, кстати, является нарушением федерального законодательства. Такие факты выявляются, пресекаются, а нарушители закона привлекаются к ответственности. У нас есть соответствующее решение совместно с нашими коллегами с прокуратурой Ульяновской области. Все предприятия, которые не идут на контакт, но мы видим, что средний уровень заработной платы равен или ниже минимального размера оплаты труда, мы передаем в прокуратуру Ульяновской области для дачи оценки. Мошенничество с использованием электронных средств платежа по-прежнему остается довольно распространенным явлением. О способах мошенничества, которыми пользуются преступники, и о том, как защитить себя от преступных посягательств, нам сегодня напомнит прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ульяновской области Кирилл Пронкин. Существует несколько способов, дающих возможность преступникам спорядиться средствами с чужой банковской картой. А именно, мошенник может завладеть чужой банковской картой и пин-кодом, к ней обманным путем. Карта может быть похищена тайно или открыта, а пин-код может быть подсмотрен. Снят на микрокамеру, установленную рядом с банкоматом и направлено на устройство ввода, считан при помощи специальной накладной клавиатуры. Это неисчерпывающая перечень действий преступников по завладению денежными средствами с использованием кредитной карты. Узнать информацию об имени держателя, срок окончания действия и код платежной карты, используемый для покупок и платежей в интернете, мошенник может на порталах, не снабженных дополнительной защитой в виде подтверждения транзакции посредством СМС-сообщения. Кроме того, зачастую мошенники представляются сотрудниками банков и других известных компаний и по телефону обещают своей жертве кредиты под низкий процент, сообщают якобы о выигрыше в конкурсе или о поступлении платежа, которое можно получить, произведя определенные действия через банкомат. В результате указанных действий преступников неподготовленный человек может запросто остаться без денежных средств на своем банкском счете. А можно ли как-то защитить себя от мошенников? Да, для защиты от подобных мошенников следует придерживаться некоторых правил. А именно, никогда и никому, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать такие конфиденциальные данные, как логин, пароль или реквизиты вашей банковской карты, секретный код безопасности, подтверждающий под номер с карты, имя владельца, срок действия и, разумеется, пин-код. Кроме того, если банковская карта привязана к номеру сотового телефона с функцией отправки СМС-сообщения с кодом, подтверждение операции с картой, нельзя сообщать данный код другим лицам. Необходимо выбирать банкоматы, расположенные внутри офисов банков или в охраняемых точках, оборудованных системами видеонаблюдения. Необходимо при вводе пин-кода закрывать клавиатуру банкомата рукой. При возникновении проблем нельзя пользоваться советами случайных помощников. Лучше сразу позвонить в банк и заблокировать карту. Если карта осталась в банкомате и неизвестен телефон банка, можно позвонить в компанию, осуществляющую техническое обслуживание банкомата. Номер должен быть указан на терминале. В случае потери карты или при наличии оснований полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, необходимо срочно обратиться в банк и заблокировать ее. Необходимо помнить, что банки не рассылают сообщения о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выпрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов. Необходимо незамедлительно информировать банк, если в банковских отчетах или отчетах по кредитным картам имеются транзакции, которых вы не совершали. Необходимо отслеживать списание с карты, обращать внимание на те, которые подозрительно выглядят. Не стоит принимать всерьез звонки с предложением малорискованных или высокоприбыльных инвестиций, особенно если оппонент настаивает на немедленном вложении денег, гарантирует высокие прибыли, обещает низкий или вообще отсутствующий финансовый риск. Нельзя принимать всерьез сообщения о выигрыше или о ваших высоких шансах выиграть в лотереях, конкурсах или играх, в которых не принимали участие, особенно если предлагают отправить деньги на оплату, налогов, сборах или таможенных платежей, прежде чем выслать ваш выигрыш. И какие правила необходимо соблюдать для того, чтобы сохранить свои денежные средства? Есть ряд правил, соблюдение которых поможет сохранить денежные средства при осуществлении платежей или банковских операций с помощью сети интернет. А именно, не переходить по ссылкам, указанным в поступивших сообщениях, потому что безопаснее вводить ссылку вручную на уже проверенном сайте в строке браузера. Обязательно проверять адресную строку, если поступил запрос на повторную авторитизацию, чтобы убедиться, на том ли сайте находитесь. Перед вводом логина и пароля проверять, защищено ли соединение, а именно наличие перед адресом сайта буквы HTTPS говорит о защищенном соединении. Всегда проверять источник входящих писем и сообщений может быть небезопасным даже письмо, присыланное лучшим другом, так как его могли также обмануть или взломать телефон, почту, аккаунт. Не сходить в интернет-банк с чужих компьютеров или телефонов. Если пришлось это сделать, то по завершению сессии необходимо нажать «Выход» или очистить кеш-память. Не вводить без необходимости свои персональные данные, помимо логина и пароля. Лучше использовать сложный пароль для входа в личный кабинет, а также одноразовые пароли, запрашиваемые банками, для подтверждения действий в личном кабинете. Оперативно уведомлять банк при получении подозрительных сообщений на телефон, не звонить по указанным в них номерам. Также необходимо информировать банк в случае смены номера или утраты сим-карты. Установить пароль на телефон и не снимать блокировку с экрана при посторонних лицах. Запретить оператору связью замену сим-карты по доверенности. До совершения покупки в интернет-магазине необходимо собрать информацию о продавце, физический адрес продавца, не абонентский ящик, его телефон, отзывы в интернете, случаи негативных отзывов, сведений об обмане и так далее. Лучше не рисковать. Использовать для покупок в интернете банковскую карту с высокой степенью защиты. Игнорировать сообщения с просьбой предоставить личную или финансовую информацию. Необходимо помнить, что фальшивые письма и фальшивые сайты могут во всем повторять дизайн настоящих, но гиперссылки, скорее всего, будут неправильные с ошибками или будут отсылать не туда. По этим признакам можно отличить фишинговое письмо от настоящего. В случае, если вы все же стали жертвой мошенников, вам необходимо обратиться с заявлением в дежурную часть ближайшего к вам отделения полиции. С вами Наталья Козина. Как же хорошо на даче летом. Поскольку световой день теперь длинный, все можно успеть и поработать, например, собрать урожай ягод, и отдохнуть, глядя на пышные цветения садовых цветов. Вот несколько советов для тех, кто выращивает гортензии. Чтобы любимые гортензии цвели роскошно, самое время побаловать их фосфором для интенсивной бутонизации. Калий используют для яркого окраса, а также магний для продолжительного цветения. Когда начнут образовываться бутоны, пролейте их слабым раствором марганцовки. Спустя неделю внесите под корень зеленые удобрения с дрожжами без золы. В ведре воды разводим 1 литр зеленого удобрения, 60 граммов суперфосфата, 40 граммов серно-кислого калия и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Листья гортензии опрыскиваем раствором сульфата магния. Соотношение такое – 1 чайная ложка препарата на ведро теплой воды. Разведите в ведре воды 5 таблеток янтарной кислоты. Используйте для опрыскивания листьев, чтобы укрепить иммунитет. А вот советы наших садоводов и для тех, кто хотел бы изменить окрас гортензии. Например, с розового на голубой. Но для этого подойдет исключительно крупнолистная гортензия. И то не все сорта. Идеально подойдут изначально голубые сорта, которые порозовели из-за недостаточно кислой почвы. Чтобы сменить цвет с розового на голубой, гортензию нужно пролить препаратом, в котором содержится алюминий. Это могут быть специальные средства с алюминием, либо аптечные алюминиевые квасцы. Но сначала это важно помнить. Гортензию нужно полить лимонной кислотой. Две столовые ложки на ведро воды. А вот через пару часов уже можно начать окрашивание. Продолжаем наш садовый информационный бюллетень. И снова про цветы, про наших королев, про розы. Как ухаживать за розами летом. Что нужно сделать, чтобы продлить их цветение на весь сезон? Поверьте, ничего сложного в этом нет. Обработка роз летом сводится к нескольким простым, но необходимым работам, о которых нельзя забывать. В жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии влаги. Но лить ее прямо на листья цветы не стоит. Именно холодная вода, избыточная сырость и плохое проветривание могут стать причиной болезни. Для полива стоит выбирать утренние или вечерние часы, отстойную теплую воду и смачивать именно грунт, либо мульчу корней, а не само растение. Кроме того, нужно обеспечить хорошее проветривание куста, не давая ему загущаться, своевременно проводя санитарную обрезку и не высаживая рядом крупных растений, которые закроют приток воздуха к стеблям и листьям розы. Сухую погоду поливать один раз в 3-4 дня, промачивая грунт на глубину 20-25 см. Для завязывания бутонов и продления периода цветения розам необходимы фосфор и калий. Также положительно сказывается на их внешнем виде магний, что влияет на окраску, железо, как защита от хлороза, марганец и бор. А вот азот в почву вносить только весной, ведь он отодвигает процесс цветения, а только способствует наращиванию листвы и ослабляет кусты перед болезнями. Удачи всем на даче! Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Яркие цвета, по словам психологов, положительно влияют на человека, улучшают настроение и дарят энергию. Но всегда ли упоминание таких цветов в устойчивых выражениях обозначает что-то хорошее? Разберемся со значениями разноцветных фразеологизмов и с историей их происхождения. Я знаю, что вы не раз слышали выражение красной нитью. Так вот, нить красного цвета – это метафора, которая подразумевает смыслообразующую связь между событиями в тексте, в жизни или в творчестве. В русский язык красная нить пришла из немецкого, а именно из романа Иоганна Гетте «Родственные души». Чтобы показать чувство героини, автор использовал метафору, связанную с устройством британских кораблей. Итак, цитата. Все снасти королевского флота сучатся так, чтобы через них во всю длину проходила красная нить, которую нельзя выдернуть иначе, как распустив все остальное. Так что даже по самому маленькому отрывку веревки можно узнать, что она принадлежит английской короне. Точно так же через весь дневник Атилии тянется красная нить симпатии и привязанности, все сочетающее воедино. Фразеологизм успешно употребляется во Франции, Италии и многих других странах, а вот в Англии, на удивление, он не прижился. И еще один литературный фразеологизм – «получить на блюдечке с голубой каемочкой». То есть получить что-то без усилий, очень легко, не трудясь. Благодарить за столь емкое выражение стоят Илью Ильфа и Евгения Петрова, ведь впервые оно прозвучало в их романе «Золотой теленок». Именно на блюдечке с голубой каемочкой Остап Бендер хочет получить деньги от затаившегося советского миллионера. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Спортивный клуб. В составе футбольного клуба «Волга-Ульяновск» в новом сезоне будет играть молодой нападающий грозенского футбольного клуба «Ахмат» «Ислам Аль Султанов». Переход в ульяновский клуб осуществлен на условиях аренды. Об «Исламе Аль Султанове» известно, что ему 21 год. Он воспитанник Грозненской академии футбола «Рамзан». С 2018 года выступает в молодежном составе клуба «Ахмат». А в 2020 году дебютировал в основном составе грозненской команды в российской премьер-лиге. В высшем футбольном дивизионе России он сыграл в 12 матчах. В том числе 3 июня вышел на замену на 58-м минуте в домашнем поединке с Краснодаром. В первенстве России, где выступают молодежные составы футбольных команд, в прошедшем сезоне «Ислам Аль Султанов» забил ворота соперников 13 мячей, став лучшим бомбардиром в молодежном составе «Ахмата» и заняв 4-е место в рейтинге бомбардиров молодежной лиги. Таким образом, можно довольно уверенно говорить о том, что наша команда пополнилась перспективным молодым игроком, на которого и тренерский штаб, и болельщики вправе возлагать большие надежды. Искренне желаю, чтобы эти надежды оправдались, и чтобы «Ислам Аль Султанов» в полной мере проявил свои таланты в составе футбольного клуба «Волга-Ульяновск» и вместе с нашей командой добился высоких результатов. Следующая новость заинтересует те семьи, в которых спорт стал нормой жизни. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День Семьи, Любви и Верности. Российская общественная организация детей и молодежи «Движение Первых» в рамках этого праздника проводит спортивный фестиваль, на который приглашаются участники движения вместе с семьями. Всероссийский спортивный фестиваль «Семейная команда» в Ульяновской области пройдет в 10 муниципальных образованиях. В Ульяновске фестиваль будет проведен 8 июля на Соборной площади и Эспланаде. На период с 10 до 12 часов назначена регистрация участников. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия фестиваля, после которой начнутся сами соревнования. Так, в 12 часов 30 минут будет дан старт велозаезду. В 14 часов стартует заезд на самокатах. В 15 часов начнется заезд на роликовых коньках. И в 16 часов состоится старт семейного забега. Церемонию торжественного награждения и закрытия фестиваля планируется начать в 17 часов. Для участия в фестивале необходимо собрать семейную команду. Она может состоять из двух и более человек, причем детям в составе команды должно быть не менее 7 лет. Для регистрации команды необходимо до 8 июля 2023 года включительно зайти на платформу будь в движении .рф в раздел активности, заполнить заявку на участие в проекте спортивный фестиваль семейная команда Ульяновская область и выбрать соответствующее направление. И до встречи на фестивале. Программу «Утро нового дня» для вас провел журналист Евгений Слюняев. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин Здравствуйте! В этот день появились на свет народные артисты СССР Александр Пирогов и Ермек Серкебаев. Люблю светлый облик твой и весну твоих садов. Много довелось на земле большой видеть мне городов Много городов но один наверх дорого человек Скрипач народный артист Рософосер Борис Гутников Рософосер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1962 году образована компания грамзаписи Island Records. В 1969 году Джон Леннон объявляет журналистам, что создал новую группу Plastic Ono Band. В 1987 году на стадионе юных пионеров в Измайлово, безо всякой рекламы, но при огромном стечении народа состоялся концерт «Ваш ход». Концерт начался в полдень и закончился вечером. С зарубежными исполнителями выступали и российские. Группа «Автограф», исполнитель Владимир Пресняков, оркестр Анатолия Кролла, Ирина Понаровская, Жанна Бечевская и Лайма Вайкуля. Еще не вечер, еще не вечер, еще светла дорога и ясны глаза. Еще не вечер, еще не вечер, еще иду я рядом с тобою безогляда. Пусть говорят, что приближается гроза, пусть говорят, что луты сердца и глаза, только не буду верить я таким словам, никому тебя я не отдам. В 2009 году в Санкт-Петербурге завершился седьмой международный фольклорный блюзовый фестиваль «Блюз Дельты Невы». В заключительном гала-концерте, прошедшем в Юсуповском саду, принимали участие более десятка блюзовых групп из Европы и нашей страны. «Блюз Дельты Невы» «Блюз Дельты Невы»